В эфире новость Анапа регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Он проехал туда, стал подарку. Для чего? Паркуюсь где хочу. Ради красочного селфи автолюбитель заехал под новогоднюю световую арку. Вот эта книга тоже уникальная. От брошюр до уникальных изданий. Путь длиной в 20 лет отмечает православная библиотека имени Кирилла и Мефодия. Можно только стремиться делать то, что многие считают вокруг тебя невозможным. Легенда российского кикбоксинга в Анапе. Чемпион международных турниров Артем Левин провел мастер-класс для спортсменов курорта. И начнем с главного. Строгий контроль за соблюдением законодательства, выделение земельных участков многодетным, безопасность в общественных местах и другие актуальные темы. Обсудили участники общегородского планерного освещения, который сегодня провел глава Анапы Юрий Поляков. Подробности в нашем материале. Все запланированное должно быть завершено до конца года. Юрий Поляков требует соблюдения графиков, особенно если это касается строительства социальных объектов. Детские сады под личным контролем Юрия Полякова. В Орленке идут работы по утеплению фасада и разводке инженерных сетей. А в детский сад Лазурный уже дали тепло. В хуторе Чекон завершают строительство офиса врача общей практики. Он придется как нельзя кстати. Здесь идет работа по формированию более 100 участков, которые получат многодетные семьи в следующем году. Еще 30 в Виноградном, 26 в Субцехе и 10 в Нижней Гостогайке. А к Новому году анапские дети получат и другие подарки – сладкие. Помимо всех организованных категорий детей, это детские сады и учащиеся в общеобразовательной школе с 1 по 4 класс, все получают абсолютно все подарки. Плюс незащищенные категории детей – это многодетные семьи, дети, состоящие на различных видах учета, тоже получают подарки. Плюс еще часть и неорганизованные дети, которые проживают в городе и в сельских украхах, тоже получают подарки. А вот специалистам Мунконтроля будет не до праздников. Юрий Поляков потребовал, чтобы в дни новогодних каникул был составлен график дежурств сотрудников. Именно в это время вдруг появляются незаконные строения, причем нередко на муниципальной земле. Сложилась и другая практика, когда заявляется строительство частного дома, а в итоге появляется многоэтажная гостиница. Пресекать эти факты на корню – такое поручение дал глава. Как только есть признаки, что это не частный дом, подавать в суд и останавливать ему стройку. Пусть он переводит сразу это все. А раз взял и ЖС, пусть строит и ЖС. В муниципалитете, когда позволяют погодные условия, продолжается благоустройство. На проезде солдатских матерей напротив рынка Восточный смонтировано ограждение, разделяющее пешеходную зону и проезжую часть. После ураганного ветра, обрушившегося на курорт на прошлой неделе, специалисты предприятия «Ремстрой» восстановили забор старого кладбища. Продолжается укладка бордюра по улице Ленина. Сейчас идут работы по устройству тротуара по улице Криничной в микрорайоне Алексеевский, пешеходной зоной в селе Субсех по улице Фрунзе. Завезены щебень, песок и бордюры для работ в поселке Пионерном. И в этих вопросах Юрий Поляков потребовал от главокругов большей активности. Обустройство тротуаров – это в том числе и безопасность людей. Мы говорим о том, что очень много транспорта. Транспорта прибыло, да? Я ехал по Гастагаевской вечером. Вот все дети с рюкзаками идут по дороге, едут машины. А почему они не могут идти по тротуару? А потому что их там просто нету этих тротуаров. Значит, поручение всем главам сельских округов – подать заявки в архитектуру. И начнем тротуары делать, тротуары. Людей с дороги надо убирать. Вы не уйдете от этого. Все равно пройдет год, два нам нужны тротуары. Все равно будут людей, надо с дороги убирать. Машин все больше. Дети ходят по улицам. Услышали меня главы? Занялись тротуарами. Хотя бы нужно, чтобы по одной стороне шел тротуар, потом заняться второй стороной. А то, конечно, удобно. Сделали там клумбы у себя, а цветочки выращивают, а люди по дороге ходят. Глава Анапы дал поручение продолжить работу с объектами потребительской сферы. Большинство из них недостаточно оформлены к Новому году. Это касается и здравниц на Пионерском проспекте. По поручению Юрия Полякова дополнительно украшена светодиодными гирляндами и снежинками главная городская елка на Театральной площади. Установлены бетонные кашпо, ограничивающие въезд автотранспорта со стороны улицы Горького. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Подготовка к Новому году – одна из основных тем практически на каждом совещании в администрации. Юрий Поляков поставил задачу – курорт должен быть украшен. И у анапчан и у гостей нашего города должно быть праздничное настроение. И, казалось бы, кому в голову может прийти испортить торжество? Того только находятся отдельные экземпляры, которым, видимо, кажется, этот праздник устраивают исключительно для них. Стремимся к Новому году, стараемся хорошо что-то делать. Вот эту светящуюся арку сделали, чтобы жителям хорошо было. Ну вот сейчас мне фотографию присылают, подарка стоит машина, да, в Инстаграм, оказывается, выложили, да? Ну скажите, ну что это за люди, а? Одна лошадь привела туда, начала фотографироваться с лошадью. Стоят тумбы, да, там вот такой проезд между ними, и он проехал туда. Он проехал туда, ставил подарку. Для чего, Владимир Владимирович? Наказать, наказать. И, пожалуйста, скажите, кто это? Я озвучу это по телевидению всем. Это вообще хамство беспредельное. Мы говорим о безопасности. Как он мог проехать? Сейчас поставим третью тумбу туда. Ничего сами не сделают, но испохабить, испортить, это, пожалуйста, это мы можем. На Кубани в минувшие выходные стартовала масштабная акция «Елки желаний» фонда «Край добра». По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в этом году новогоднего чуда ждут около 11 тысяч ребят. И это чудо мы можем сделать своими руками. Помимо подарков, волонтеры на «Елках желаний» будут собирать и пожертвования. В рамках акции организуют благотворительный сбор подарков для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, а также сбор пожертвований в помощь больным детям. В Анапе волонтеры, в числе которых специалисты Управления по делам молодежи и молодежных организаций курорта, работают в торгово-развлекательном центре «Красная площадь» и гипермаркете «Магнит». Адреса вы видите на экране. Акция будет проходить еще в течение недели. И к другим темам. В храме святого Серафима Саровского в Анапе накануне отпраздновали 20-летний юбилей православной библиотеки имени Кирилла и Мефодия. Начавшись с принесенных прихожанами самодельных брошюрок, сейчас в библиотеках хранит сотни книг. Среди них есть и уникальные здания. С некоторыми из них познакомилась наша съемочная группа. Пять лет назад православная библиотека переехала в новое здание при храме. Раньше она располагалась всего на 14 квадратных метрах в помещении, которое выделило казачье общество. Тогда их помощь пришлась как нельзя кстати. Но со временем библиотечные фонды увеличились во много раз. Здесь бывают читатели разного возраста и не только напчане. Приезжают познакомиться с документами и из других городов. У библиотеки сложился клуб почитателей. Ей даже посвящают стихи. 20 лет – это определенная века зрения. Это возраст молодого, зрелого человека. Началось вообще на улице Гребенской, 82, в маленьком храмике преподобного Серафима Саровского. Появилась коробка в притворе храма для сдачи литературы на новую библиотеку. Празднование открылось молебном небесным покровителем библиотеки, святым Кириллу и Мефодию. Среди книг уникальные, исторически бесценные. Например, прижизненное издание святого Иоанна Кронштадтского, глубоко почитаемый в России духовный покровитель семьи царя Николая II. Он занимался литературным творчеством, оставив несколько томов произведений. И вот эта книга тоже уникальная, потому что один из трудов прижизненного издательства книги «Солнце правды» протерея Иоанна Сергиева, то есть отца Иоанна Кронштадтского с его подписью. Одно из сокровищ – молитвенник 17 века из типографии царя Алексея Михайловича. Книга сохранилась почти целиком, хотя и нуждается в реставрации. Сам вид говорит о том, что это книга редкая и, конечно же, древняя. Читатели интересуются православием нашего времени. Охотно берут современные журналы «Русский дом», «Свечечка для детей» и «Славянка для женщин». Приходят, с удовольствием берут, потому что здесь все. Здесь и о душе, здесь и о вере, здесь важные вопросы для них поднимаются. В будущем здесь планируют провести мероприятия, посвященные славянской духовной литературе – пополнить фунды. Гости пожелали библиотеке Кирилла и Мефодия отпраздновать и 25 лет, и 50. Легенда российского кикбоксинга Артем Левин провел мастер-класс для анапских спортсменов. В рамках партийного проекта «Единая Россия. Детский спорт» депутат Государственной думы Иван Демченко организовал для бойца тур по городам Краснодарского края. Чтобы пообщаться со знаменитостью, в Анапу съехались тренеры и кикбоксеры из Крымска, Абинска, Станицына, Тухаевска и Геленджика. Артем Левин – профессиональный российский кикбоксер и тайбоксер. Один из самых титулованных спортсменов России родился в маленьком шахтерском городе Прокопьевске. Неоднократно боец завоевывал титул чемпиона на международных и всероссийских турнирах. За свою карьеру Артем одержал более полусотни побед. Его основной стиль – муэ-тай. Его также называют «боем восьми конечностей» из-за ударов локтями, коленями и голенью. В прошлом году Артем Левин проводил серию мастер-классов на Кавказе, а теперь приехал и в Краснодарский край. За один мастер-класс ты многому не научишь. Моя основная идея – это именно смотивировать детей и показать на собственном примере, что нужно только стремиться делать то, что многие считают вокруг тебя невозможным. И все невозможное – возможно. То есть главное – себе ставить цели, мечтать, и тогда все получается. То есть неважно, где ты живешь. В Анапе, в Краснодарском крае единоборство очень сильно развитое. Если что касаемо тайского бокса или кикбоксинга, здесь я напрямую связано и знаю очень выдающихся чемпионов, людей, которые были со мной в сборной. Поэтому здесь есть хорошая история и, как я вижу, есть отличные условия для того, чтобы Анапа в будущем могла похвастаться своими чемпионами. Уникальная возможность задать вопрос своему кумиру. Аким Волошин занимается боевыми искусствами уже 8 лет. Своей нишей выбрал именно кикбоксинг. Сейчас Аким учится в 10-м классе, старается развиваться как в спорте, так и в образовании. Успехи Артема Левина заметил с самого начала своего увлечения спортом. Для Акима российский чемпион стал примером. Юный спортсмен следит за всеми боями и мастер-классами кикбоксера. У каждого человека есть свой кумир, к которому он стремится, стремится к достижению такого же уровня. Я до сегодняшнего дня, я по образу не верил в эту встречу. В принципе, надежда всегда была, но я никогда не думал, что встречусь с ним лицом к лицу. У детей есть, конечно, пример стремления в будущем, как это все будет выглядеть и к чему стремиться. Это очень хороший, как говорится, плюс. В Анапе действует порядка 30 площадок для занятия боевыми искусствами. Буквально на днях отделение тайского бокса открыли и в 6-й спортивной школе. Мастер-класс от российского чемпиона прошел в рамках проекта «Единой России. Детский спорт» при поддержке депутата Государственной Думы Ивана Демченко. Посмотрите, сколько мальчишек и девчонок пришли, чтобы получить мастер-класс от этого человека. Сегодня в предконференции он сказал, что все зарабатывается только своим трудом, не только талантом. Я думаю, что тот, кто относится к спорту серьезно, я думаю, он достигнет каких-то целей. Спасибо нашему депутату Государственной Думы, который дал нам возможность встретиться сегодня с таким величайшим спортсменом. Ему спасибо. Вот он популяризирует, скажем так, спорт в нашем городе. Как говорит Артем Левин, талант стоит далеко не на первом месте. Лишь упорный труд поможет спортсмену подняться по карьерной лестнице. Сейчас в планах знаменитого кикбоксера открыть спортивные школы в России и за рубежом, чтобы обучать детей по своей уникальной методике. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает провести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, вертикальный солярий и инфракрасная сауна, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего полторы тысячи рублей. «Витязь» Анапа Самбурова 254. Мы делаем спорт доступным. Непристегнутый человек при столкновении на скорости 80 км в час получает травмы, равносильные падению с восьмого этажа. Пристегнитесь. Это может спасти вашу жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова